Это устройство называется маятником с двойным подвесом. Если груз маятника отклонить в продольном направлении, колебаться будет только нижняя часть конструкции. А если груз отклонить в поперечном направлении, колебаться будет вся конструкция. Во втором случае эффективная длина маятника стала больше, а значит частота колебаний уменьшилась. А теперь отклоним груз по диагонали, и он выписывает траекторию сложной формы, которая получается сложением продольного и поперечного колебаний. Закрепим камеру на верхней перекладине, заснимем это движение и трассируем траекторию. Мы видим, что груз маятника описывает повторяющийся узор, который называется фигурой Лиссажу по имени ее первооткрывателя. Разберемся, как такие фигуры получаются. Здесь красный круг прикреплен к синему прямоугольнику. А синий прямоугольник совершает горизонтальные гармонические колебания. Поэтому центр красного круга вычерчивает горизонтальную прямую линию. Пусть теперь красный круг колеблется вдоль синего прямоугольника на той же частоте. Его центр опять выписывает прямую линию, но теперь она наклонена косям координат. Если горизонтальные колебания происходят по синусу, а вертикальные по косинусу, красный круг будет двигаться не по прямой, а по эллипсу. А если частоты горизонтального и вертикального колебаний не совпадают, траектория красного круга становится более замысловатой. Ведь теперь на один цикл по горизонтали уже не приходится один цикл по вертикали. В следующем опыте мы будем иметь дело с двумя маятниками. К первому из них прикреплен дополнительный груз, так что его частота будет выше, чем у второго. Сигналы двух датчиков вращения поданы на два входа рабочей станции. Когда маятники будут качаться, отклонение первого маятника будет разворачиваться на экране по горизонтали, а второго по вертикали. Запустим оба маятника, и на экране появилась характерная линия. Если бы не было затухания, эта линия закрашивала бы прямоугольник, размеры которого соответствовали бы амплитудам обоих маятников. А так из-за затухания обе амплитуды постепенно уменьшаются. Сам Лисажу получал свои картинки в эксперименте со световым лучом, который отражался от двух зеркал, прикрепленных к двум камертонам. При этом одно зеркало колебалось горизонтально, а другое вертикально. В результате луч в оптической трубе перемещался независимо в обоих направлениях сразу. Если камертоны настроены в октаву, их частоты относятся как два к одному, и на два колебания по одному направлению приходится одно колебание по другому направлению. Если камертоны настроены в чистую квинту, их частоты относятся как три к двум, и на два колебания по одному направлению приходится три колебания по другому направлению. Если камертоны настроены в чистую кварту, их частоты относятся как четыре к трем, И картинка на экране приобретает вот такой вид, как в нашем самом первом опыте.